Добрый день! Значит, опять хочу здесь затронуть вопрос высшего образования по информационным направлениям. Что делать? Как работать? Немножко давайте в школу чуть-чуть зайдем. Сейчас вы, наверное, все в курсе, особенно школьные учителя, что у нас появилось в ГОС-2. Сейчас они идут в средней школе, и вот я красненьким выделил, что в них отсутствует понятие знания как таковое. И что самое важное, что оно у нас исключает вот это понятие, не предполагает еще и конкретных знаний. Ну, а фундаментальное ядро, есть еще такое понятие, содержание общего образования по информатике и математике, не содержит задачи подготовки выпускника к продолжению образования в ВУЗе. То есть, по сути, как бы школа и ВУЗ, они немножко отдельно друг от друга. И поэтому задача, если мы хотим из школы брать мотивированных и хорошо подготовленных учеников, то вот этот документ, который сейчас принят у нас, он это не решает. Единственное, конечно, здесь радует только тот факт, что теперь информатика и математика находятся в одной группе. И я надеюсь, что все-таки хоть какими-то способами наши педагогические институты сделают так, что мы будем иметь общие, соответственно, темы, которые будут друг друга подталкивать как с информатики в математику, так и из математики в информатику. Но это немножко о грустном. Давайте, как говорится, то есть здесь я задал вопрос, да, школа должна готовить ученика к продолжению обучения в ВУЗе или давать ему путевку в жизнь, да. Вот по текущему документу она дает ему путевку в жизнь, дальше уже школьник для себя определяет. Немножко статистики по ЕГЭ и АГЭ по информатике. То есть, как вы видите, у нас количество людей, которые сдают ЕГЭ по информатике, снижается в абсолютном значении. Но это, конечно, объективный фактор, мы сейчас находимся в демографической яме. Но если вы посмотрите проценты, то есть относительный показатель от количества выпускников, он стабилен. Где-то на уровне 8 с небольшим процентом, да, чуть больше, чуть меньше. Динамика результатов ЕГЭ по информатике. В принципе, как видите, здесь у нас более-менее так чуть-чуть мы упали в 15-м, опять чуть-чуть поднялись на 4 балла. И что самое красивое, то, что у нас не преодолели минимальный балл. Резкий был всплеск в 15-м году, но это все связывается с почему-то вышедшими достаточно тяжелыми заданиями по ЕГЭ по информатике. В 16-м они у нас, опять же, дали более облегченный вариант. И, соответственно, это сподвигло на то, что минимальный балл преодолели большее количество ребят. Хуже всего ребята справляются по статистике, с логикой, алгоритмами и программированием. Именно повышенный уровень сложности. То есть вот это делают менее 2% ребят, которые участвуют в ЕГЭ. Поэтому на это стоит обратить внимание. Статистика не моя, то есть я ее взял с официального сайта, all.edu.ru, поэтому здесь это все официально. Ну, хорошее хочется сказать. Девятый класс, сдают УГЭ по информатике. В 16-м году это было 1434 человека. То есть, как говорится, ура, подрастает молодое IT-сообщество. Хотелось в это верить. Однако, мое мнение в том, что информатику сдать легче в девятом классе, именно как УГЭ. Там минимальная оценка начинается с 12 баллов. Поэтому я так предполагаю, что ребята идут сдавать УГЭ по информатике только потому, что ее проще сдать. Опять же стоит к нам задача какая? Не потерять их. То есть, вот эти 1500 и 1600, которые у нас появляются к 11-му классу, задача, чтобы поднять вот эту планочку 600, хотя бы еще там человек на 200-300 может быть. Значит, из этих 1400 у нас 900 находится в городе, 250 находится в Дмитровграде и где-то 300 размазаны по области. Примерно вот такая статистика по УГЭ. Ну, это здесь баллы, которые не набирают. Это уже не так интересно. Много все говорили, как привлечь школьников в IT. Я тоже немножко здесь собрал. То есть, это вот и наш час кода, который проходит ежегодно. Считайте, почти под 10 миллионов мы вышли на 2016 год. А в первый раз его приводили в 2014 году. Там было около 7 миллионов ребят, участвующих в час кода. По России в целом. Это Россия в целом. Это, опять же, статистика. Я взял ее с официальных всех источников. Ну, опять же, игры. Опять же, 3D рисование через Битлблокс или еще другие вещи. Собственные игры. То есть, это, опять же, блокли, там, скретч, тинкер. И пишем программы на понятном языке. Это для самих маленьких. Это вообще плейкод манки, где ребята с помощью специальных слов пытаются обезьянку провести к банану. Ну, это вообще на детях 6-7-8 лет работает замечательно. То есть, они, не понимая о том, что делают, на самом деле учатся алгоритмически программировать. Итак, первый курс – основа знания IT-специалиста. Я все-таки за то, что математика плюс программирование – это разумные IT-специалисты. Это не тот человек, который сидит с утра до вечера и бьет по клавишам, создавая какие-то определенные или, ну, такие уже устоявшиеся вещи. Как у нас в УЛГУ это происходит? У нас, во-первых, четко разделяется высшая математика на отдельные дисциплины. То есть, мы, как классический вуз, пропагандируем то, что у нас пришло из филиала МГУ. То есть, вот именно Мехмат МГУ является основой нашего факультета. И мы стараемся сохранить эти академические все вещи. Поэтому у нас получается С++, слой линейной алгебры с геометрией, закрепляем межслойное пространство математическим анализом и полируем дискретной математикой и матлоинкой, чтобы получился действительно толковый из него человек. Опять же, высшее образование, как и уговорили все многие, происходит совместно с IT-компаниями, то есть в тесном взаимодействии. Специалисты IT-компании у нас заходят в основном на старших курсах, ведут спецкурсы по узкоспециализированным предметам. Ну и, конечно же, это практика. То есть, практика у нас идет после первого курса, после второго, после третьего и на четвертом преддипломная. То есть, ребята на каждом курсе имеют двухнедельную летнюю практику, которую проходят в основном, то есть больше 80% ребят в IT-компаниях. Далее идет распределение по предприятиям, муниципальным организациям и так далее. Далее, что самое главное, что ребята с самого младшего возраста идут именно на практику в IT-компании. То есть, они проверяют себя и понимают, что это либо их точно, и продолжают дальше работать над этим, чтобы у них появилась мотивация, к чему стремиться, и что же действительно хочет от них работодатель. Потому что раньше в наших всех учебных планах, которые были у нас 7-8 лет назад, практика была обычно третий-четвертый курс. Ну или там четвертый-пятый, в зависимости от специалитета. Это все приводило к тому, что ребята до, грубо говоря, четвертого курса до конца не понимали, что же стоит перед ними в качестве основы требований от работодателей. Теперь же это не так. Они приходят, их сразу же, можно сказать, моськой так по столу повозили в IT-компаниях, да, и они поняли, что действительно они еще маленькие, и чтобы достичь хороших результатов, нужно работать. И те, кто хочет, они начинают работать. То есть это очень хороший стимул для того, чтобы они начали стремиться к чему-то. Ну, тема курсового дипломного проектирования, опять же, идет в соответствии либо у нас с базовыми кафедрами, у нас две базовые кафедры, это Авиастар и Марс, вот, либо это совместно с IT-компанией мы определяем перенечень тематики. А также у нас сейчас активно идет привлечение специалистов как IT-компаний, так и наших ведущих предприятий в комиссиях ИГА. То есть это и прием госэкзаменов, и прием, соответственно, выпускных работ. Активно, конечно, большое спасибо за профориентацию школьников и студентов, всех наших IT-компаний. То есть никогда не отказывают, всегда приходят, всегда помогают. Это уже я сказал, что теперь хотел просто напомнить, что у нас 13 профессиональных стандартов в области IT, находятся в обсуждении 3. В принципе, как говорится, совместно с IT-компаниями все эти стандарты необходимо учитывать при формировании вариативной части учебного плана. Чему учить, соответственно, средства и технологии? Ну, как я здесь уже и другие говорили, что это у нас C++, конечно же. Потом у нас, в принципе, первый курс уже знакомится с C-шарпом. Дальше на старших курсах они начинают уже Java, PHP. Ну и далее специализация по мобилке и так далее. Опять же, чему учить? У нас есть специфическое направление, это компьютерная безопасность. Здесь перечень тем, с которыми они работают. Там у нас действительно неплохие результаты, однако и мы их готовим очень мало. То есть у нас на выходе получается где-то примерно в год от 10 до 12 человек, которые доживают до старшего курса. Они учатся 5,5 лет. То есть это не бакалаврят, это специалитет. В связи с этим еще у нас половина забирает кадры для ОПК, потому что это действительно для обороны промышленных предприятий у нас идет. И в итоге остается для общей массы человек 5-6. Поэтому здесь, конечно, нужно вот это вот развивать. Поэтому мы сейчас пытаемся запускать программы для студентов именно по компьютерной безопасности, как дополнительные курсы. Чтобы ребята просто владели этим навыком не только в рамках этой специальности, но и в рамках других направлений, где это недостаточно в учебном плане есть. У нас, соответственно, профессор Симушин со своей научной группой пропагандирует проектно-ориентированное обучение. Он ведет, как его и у нас, с момента основания университета, с 89-го, когда он впервые начал работать. И в 95-м, когда он начал также в ЛГТУ преподавать при чтении вычислительной математики численных методов. А также у нас еще доцент Угаров применяет это в технологии программирования. То есть я немножко расскажу об этом. Как бы студент говорит, я знаю этот метод и хочу получить более высокий грейд, то есть более высокий уровень. Соответственно, преподаватель ему говорит, если ты знаешь этот метод, тогда научи этому методу компьютер. То есть через именно численную вычислительную математику, соответственно, общаясь с компьютером, студент не просто программирует какой-то метод, а создает именно программный продукт в рамках этого метода, который и проводит вычислительные эксперименты, и еще и сервисные функции дополнительные пишет. То есть это получается некоторая такая продуктовая линейка, как замена лабораторному практику. Хорошо. Дальше. Это плюсы. Значит, студент реализует проект, бросающий серьезный программистский вызов. То есть не нужно преодолеть этот именно барьер. Дальше практически реализуется метод, который задан конкретному студенту. То есть, в принципе, вариантов задания очень много. Они у нас редко совпадают у двух студентов. Студент выполняет набор вычислительных экспериментов. Ну и фронтальный анализ дальше с преподавателями. Здесь активно используется наш сайт. У нас есть, соответственно, странички StaffUls.ru, где студенты, соответственно, пересылают свою информацию по выполненным лабораторным работам, подводится итог, выдается ему результат по этому практику. И, соответственно, это быстрое происходит общение. Даже если студент, например, на текущий момент болеет, находится дома, не в университете. Так. Ну, цели данного – это углубленное понимание предмета студентам, приближение качества академических продуктов к качеству профессиональных. То есть, у Угарова есть специализированная система автоматизированной проверки лабораторных работ. Они туда идут на вход, анализируются, и выдается некоторый, соответственно, критерий качества созданного программного продукта на основе метрик. То есть, в принципе, стандартные метрики, холсты и так далее и тому подобное. Вот. Задача – размножение индивидуальных проектных заданий, чтобы не было переписывания одного у другого. Это очень важно. И разработка методики средств объективной оценки. То, что я сказал, именно, чтобы академические программные продукты старались подниматься академически, то есть, от лабораторной работы к профессиональным. Положительная мотивация. То есть, это поощрение творческого потенциала студента и его соревновательный инстинкт. То есть, вот именно, что его вызов, то есть, именно преодоление этого барьера. Ну и в изучении дисциплины, обратную связь, помощь, полезные подсказки. То есть, есть электронные учебные пособия, которые позволяют все это воспроизводить. Преподавателю, опять же, дает это как же творческая инициатива и свобода. И, конечно же, это требуется высокой трудоемкости для того, чтобы подготовиться к подобному роду практическому материалу. То есть, это и разработка автоматизированной системы проверки, и, соответственно, обработка все это в электронном виде, в виде методического пособия, формирования и так далее. Так, активный студент, будущий квалифицированный специалист. Как говорится, будь в IT-тренде и работодатель к тебе потянется. Это, мне кажется, хороший сейчас лозунг. Задача всех студентов IT-направления, активное участие в различных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях, для того, чтобы и кругозор расширять, и грейд повышать. Ну и, соответственно, у нас это в городе и за его пределами присутствует. Ну и вот итог. То есть, соответственно, профориентированные школьники, благодаря активной работе IT-компаний и вузов, вот такие небольшие стрелочки назад, да, дают нам поток в вузы их. Далее мы даем квалифицированным специалистам, которые идут в IT-компании. А IT-компании, соответственно, идут к нам, чтобы помочь нам с точки зрения узкоспециализированных дисциплин. И, опять же, для профориентации студентов, чтобы они на первом, на втором курсе определились, куда же им развиваться. Потому что широкие специалисты сейчас сильно-то и не нужны. Сейчас уже четкая градация на то, кем ты хочешь стать. И на третьем курсе ребята должны четко принять для себя это решение, чтобы узкую специализацию завести в ту IT-компанию, куда они сейчас планируют. Вот примерно так. Спасибо. Спасибо. Можно я, не ожидаясь? Да, конечно. Как вы решаете вопрос обеспечения себя лаборантами? И немаловажный вопрос к администратору, аспирантору, потому что это, на самом деле, конкуренция с карьерой есть. Ну да. То есть, во-первых, лаборанты – это у нас, по сути, студенты. То есть, мы используем наших ребят в качестве именно системных администраторов в компьютерных классах, то есть, которые следят за компьютерами, программным обеспечением и так далее. То есть, у них это небольшая прибавка, опять же, к стипендии, правильно, зарплата. Как вы конкурируете здесь, получается, с работодателями попроще, которые не проще студентам работать? Как вы выигрываете конкуренцию? Ну, здесь выигрыш конкуренции в том, что человеку не нужно уходить из университета на работу. То есть, у него работа внутри университета. То есть, вот это, можно сказать, основное преимущество. По зарплате мы здесь, конечно, конкурировать никак не сможем, потому что зарплата наших техников равномроту. То есть, здесь никуда не уйдешь. Еще там вы хотели спросить по поводу… Как вы комплектуете магистратуру? Значит, магистратура. То есть, здесь у нас идет активная именно работа с точки зрения поиска их научных интересов. То есть, конечно же, на старших курсах уже математики не так много. Она у нас основная, это первый и второй курс. И вот на первом и втором курсе мы по вот этим всем дисциплинам, которые я перечислил математическим, определяем их интерес. Потому что, по сути, задача магистратуры именно информационной – это умение математическую модель корректно с использованием нового численного метода либо существующего численного метода превратить в некоторый программный продукт. То есть, именно вот эта задача основная для магистратуры. Потому что просто штамповать программные продукты, которые там как интернет-магазины, формы и так далее – это не задача магистратуры. Задача магистратуры – это научная. То есть, задача именно поиск нового численного метода, новой системы, соответственно, описания, нового способа моделирования. А программный продукт – это как инструмент. Поэтому, по сути, мы вот в магистратуре по всем информационным направлениям ведем вот такую работу. То есть, это именно математическая задача. С помощью программного инструмента ты ее реализуешь. Вот примерно так. В аспирантуру, конечно, сейчас очень тяжело. То есть, здесь переход ее на следующий уровень образования – это означает, что бакалавриат 4 года плюс 2 года магистратуры и еще плюс 4 года аспирантуры – это превращается уже в 10 лет обучения, после которого, соответственно, как вы понимаете, будет очень тяжело удержать его и вообще заставить защититься. Поэтому аспирантуру сейчас, мне кажется, убили. Это вот мое мнение. Да, слушаю. У меня такой вопрос. Это касается той статистики, которую вы приводили. То есть, мы все знаем, что уровень сдачи блока Ц, то есть, программной части, а угримический, он не забывается, то, что касается. Есть проблема в этой школе. Вы каким-то образом решаете эти вопросы у себя на факультете, то есть, чтобы поднять вот этот балл ПДГ за счет решения блока Ц, то есть, за счет сважности аудитического мышления, программирования? Да, соответственно, вот при наших школах, с которыми мы сотрудничаем, то есть, у нас где-то в Засвияжском районе несколько школ в Заволжском районе и вот наш лицей 40-й, мы там проводим курсы именно по решению сложных задач. То есть, это как по математике, так и по физике, так и по информатике. То есть, наши преподаватели, в основном, они как раз уже давно работают в этой системе проверки, то есть, они понимают типовые ошибки, они понимают, какие ребята делают ошибки, именно их указывают. То есть, здесь задача именно не просто научить решать сложные задания, но еще и не сделать вот те ошибки, которые приводят к потере одного, а иногда и двух очень важных баллов на четырехбальных или двухбальных задачах. Потому что здесь вот очень часто ребенок умеет решать, но каким-то образом вот неправильно записал, да? И при проверке учителя, когда это проверяют, они это видят как ошибку, понимаете? При условии, что ребенок действительно правильно решил, но он придумал, ну, некоторый нестандартный метод, который не описан вот в этих клеточках, которые приходят из министерства. То есть, вот задача такая, чтобы научить ребенка правильно понимать именно методическое оформление работы еще. Помимо того, что его учить, конечно, и сложно. И на базе университета, и на базе 40-го лицея, а также с выездом в школы, с которыми мы сотрудничаем. То есть, да, это наши преподаватели, да. То есть, именно мы работаем не только информатику, мы работаем информатику, и математику, и физику. То есть, сразу же вот этот вот спектр. У нас вступительные ГЭ шесть направлений имеют с информатикой, да, и три направления с физикой. Примерно так. Еще вопрос. А вот как вы сейчас видите ситуацию, дорогие труда? То есть, вы готовите специалиста, программиста, и дальше вот сейчас спрос помешает предложение, или наоборот, вот уже подготовлены? Не, ну, в принципе, все IT-компании вам скажут, что на текущий момент очень сильно не хватает, ребят, да. Поэтому, конечно же, здесь нам еще лет 10, наверное, это все наверстывать. Как вы понимаете, IT сейчас везде, да. Все госуслуги переводятся в электронный формат. То есть, сейчас задача такая, что бюджетные места, конечно, выделяются, да, но они выделяются в том объеме, наверное, в соответствии с количеством выпускников. То есть, я все-таки надеюсь, что вот те данные, которые я приводил по девятиклассникам, то, что рост у нас пошел, да, это, конечно, связано еще и с тем, что количество ребят просто в школах начинает увеличиваться. То есть, мы сейчас проходим самый низ. В этом году количество выпускников меньше 5000 у нас, вот именно в нашем регионе. То есть, это самый минимум, что ни на есть, вот с 90-х там каких-то годов. И если мы его все-таки пройдем, и дальше начнем расти, да, то и качество все-таки ребят, которые будут нам поступать, будет расти. То есть, будет уже более существенный отбор. Ну, самое главное, это, конечно, базы практик, потому что ребята должны четко понимать, куда они потом могут пойти работать, да. Это не только IT-компания, но это и все наши крупные высокотехнологичные предприятия, и Авиастар, и Марс, и УКБП, с кем мы сотрудничаем. Ребята, придя на это предприятие, окунувшись в эту среду, они понимают, к чему им нужно стремиться. И они сразу определяют, хотят они к этому стремиться или не хотят. Потому что некоторые говорят, нет, это не мое, я ухожу. И самое главное, что у них четыре практики, да, то есть после первого, после второго, после третьего и на четвертом, они могут сменить четыре компании, понимаете? И они могут выбрать. То есть, это либо предприятие, либо это будет веб, либо это будет, может быть, еще какой-то информационный блок, либо это вообще государственные учреждения. И вот сейчас, конечно, я здесь хотел сказать, что все государственные бюджетные учреждения очень сильно проигрывают по зарплатам. И поэтому те специалисты айтишные, которые там должны работать, да, они, конечно, имеют сейчас качественный уровень недостаточный. И все-таки я надеюсь, что мы как-то… все-таки я надеюсь, что вы не забыли, это уже все-таки я надеюсь, если и мы что-то не верим. Продолжение следует...